Девушки отдыхают Встречаем в правом углу поп-группа родом с Украины, продюсер которой работает на две ставки. Поэтому в их коллективе он и является номером один. Артик и Асти. В левом углу украинская поп-группа, которая при любых обстоятельствах остается на стиле, время и стекло. За хороший удар соперник получает лайк, за удар в нокаут – супер лайк, ну а за неудачный, так сказать, репост – дислайк. Без фильтров. Все скучное отправляем в директ. Место для чекина – телеканал «Жара». Методом хаотичного отбора специальной вычислительной машины сегодня мы узнаем, кто заберет титул «Зажигалок шоу-бизнеса». А чье время истечет уже через пару минут Артика и Асти или время истекло. А это секрет. Загрузка первая. Аня Дзюба, еще будучи маленькой девочкой, начала закатывать концерты для своих родителей. И в вокальном смысле этого слова тоже. Тогда она еще и подумать не могла, какая ее ждет судьба. Визажиста и помощника адвоката. Именно в этих направлениях девочка искала себя после школы. Уже опустила руки, думала, что никогда в жизни петь не буду. Дислайк себе, Аня, за детскую неуверенность покорить мечту. Однажды вечером у Асти раздался телефонный звонок, через который, словно уже известному на всю Украину адвокату, сообщили, что нуждается в ее помощи. Вот этот человек. На проводе оказался продюсер Артем Умрихин, который ранее уже успел оценить плоды любимого хобби девушки в сети и предложил ей вакантное место в своем новом проекте. Лайк Артику за то, что номер телефона красотки узнал, даже не подкатывая к ней. Если в одной группе девушку нашел продюсер самостоятельно... Может, значит, мужчина в жизни? ...то вот в другой иная история. Стройняшка Надя Дорофеева попала в группу «Время и стекло», как и полагается в наше время, через «Позитив». Ее знакомство с будущим коллегой Лешей, он же и есть «Позитив», состоялось еще до того, как продюсер будущей группы «Потап» объявил интернет-кастинг на роль напарницы Алексея. С кем до этого, кстати, он уже успел пройти этап выживания в шоу-бизнесе. Я к нему привыкала минут 30 где-то. Тогда Дорофеева не стала упускать момент, а Завгородний замолвил за нее словечко. После очного кастинга сердце Потапа было покорено. Так и возникла группа «Время и стекло». Лайк ребятам за то, что только что помогли произнести мне эту рифму. Как прикольно, может, и мне стоит все-таки попробовать. В том, что с 2010 года мир шоу-бизнеса приобрел в своей обойме порох из двух зажигательных групп, спору нет. А вот за то, что в этих коллективах солистки-красотки, да еще и талантливые, я бы даже спорить не стал. Их путь к совершенству был не так сладок, как кажется. Дислайк, Надюша, тебе за комплексы своей худобы. И то, что скрываешь красивую фигуру за одеждой оверсайз. У меня образ, как Таня сказал, Алексис из сериала «Династия». Несмотря на огромное количество поклонников, и у той, и у другой группы все хорошо в плане личной жизни. А между собой каждого из них связывают только рабочие отношения. Но когда нужно добавить в выступление огонька, некоторые из них готовы пойти и далеко на крайние меры. Я такая немножко... Лайк Дорофеевой за то, что смогла овладеть губами Насти Каменских. Я вообще, честно говоря, в шоке, как они не стесняются. А ведь на мужа Нади Энкей совсем не похожа. Только прической. Асти тоже подбросила глюкозы в кровь, нежно милуясь Натальей в кровати. Мы не скажем вам об этом. В отличие от Чистякова и Оновой, мужем Анна, конечно, пока не обзавелась. А значит, почему бы и нет? Но после просмотра этого клипа я познал, что такое настоящая ревность. Отправляю дислайк. Подпись Александр Чистяков. Загрузка вторая. Что греха таить. Обе группы зарождались за пределами России. Но Артик и Асти после объединения через некоторое время перебрались в Москву. После чего их жизнь заиграла яркими красками и наполнилась гастрольной суетой. А вот время истекло по сей день продолжает колесить по миру из Киева. И даже не думают менять сало на пельмени. А говорит это о том, что у ребят и так все хорошо. В их арсенале уже 11 музыкальных премий. Поможем лайкам Артику и Асти за то, что ради мечты они переедут хоть... На край земли. Ну а по наградам ребята отстают от оппонентов на 4 штуки. Несмотря на то, что наград у подопечных Потапа больше, количеством выпущенных пластинок ребята похвастаться не могут. Полтора альбома и один сборник в 2017. Против трех студийных альбомов Артика и Асти. Лайк за то, что вылезают на синглах и набирают на выпущенных клипах около 100 миллионов просмотров. Помощником в количестве просмотров и лайков у «Время истекло» является, конечно, и YouTube-канал «Нади», который она ведет с 2017 года. Все, жизнь не просто так. Сейчас за ее влогами следят более 600 тысяч человек. Ну а Артику и Асти помогают в просмотрах разве что дополнительные поклонницы Артема Качера, который с недавнего времени стал новым продюсерским проектом Артика. Лайкнем Артика и Асти, так как мы все же телевидение и по определенным причинам не переносим слово «влог». Тем временем вторая загрузка подошла к концу, а Артика и Асти пока впереди. Но «Время истекло» даже не думают сдаваться. Исход нашей битвы предсказать невозможно. Как и Кристине Си вернуться в Black Star. Поэтому будет интересно. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Загрузка третья. В заключительной загрузке за звание зажигалок шоу-бизнеса склестнутся Артик и Асти против «Время истекло». Для меня это большой страх. Я самый неэкстремальный человек в мире. Лучшие фолловеры, приготовьте свои лайкомеры. Это финальная битва, в которой главными судьями будете вы. Есть настроение, можно «Время истекло». Артик и Асти – это когда-то как уходишь в себя. Двойной лайк. «Время истекло». Я люблю пить лимонад из стеклянной посуды. В Москве? В любое время где. «Артик и Астик». Или как там правильно вот это вот? Короче, первое. «Время истекло». Интересные клипы, приятно слушать. И всегда на таком позитивности, на данном стиле. «Время истекло». Создавали такой движ на всяких вечеринках, поэтому прям респектом. Лайки подсчитаны. С максимальным репостом тяжелейшую битву выигрывает «Время истекло». Их время пришло. Они заряжают и они качают. Свою музыку с iTunes из-за любви к себе. Сегодня главными зажигалками шоу-бизнеса становится «Время истекло». Так, пролетели. Хедлайкер